Плитистая роза Плитистые розы способны украсить любые места, начиная от обычного балкона в многоэтажном доме и заканчивая дачным участком. Эту вьющуюся красавицу применяют в ландшафтном дизайне и озеленении территории в различных вариациях. Краткая история и основная характеристика. Многие сорта плитистой розы произошли от розы многоцветковой, которая была завезена из Японии в Европу в 18 столетии. Этот цветок относится к группе садовых роз и в свою очередь подразделяется на группы клаймеры, рамблеры, суперрамблеры. Клаймеры в свою очередь делятся на старинные, современные, миниатюрные. Название эта группа роз получила благодаря своим побегам, они длинные и плитистые, что дает возможность их разнообразного использования в озеленении. По характеру роста она делится на вьющаяся роза. Высота ее побегов достигает от 5 до 15 метров. Плетистая. Длина побегов составляет от 3 до 5 метров. Полуплетистая. Высота данного подвида составляет от 1,5 до 3 метров. Плетистые цветы нашли широкое применение в садоводстве и озеленении территории, вертикальное озеленение, создание декоративных колонн, арк, шпалер, зеленое оформление балконов, беседок, стен зданий. Плетущийся роза плетистый цветок делят на две группы. Рамблеры и крупноцветковые еще называют эту группу клаймеры. Основные отличия этих цветов следующий – размер цветков. У крупноцветковых бутоны достигают 10 сантиметров и распределяются по всему стволу. Рамблеры отличаются от клаймеров стволом. Он у этого цветка тонкий и самостоятельно без подвязки держаться не может. Ствол крупноцветковых прямо стоячий, жесткий и толстый. Первый год клаймеры выпускают ствол, размер которого в высоту достигает 1,70 метра. На конце побег имеет соцветие. Этот побег сохраняется на следующий год, когда он наклоняется к земле и начинает цвести. У рамблера побег первый год не цветет. Его тоже сохраняют и весной ставят на основное место. Он зацветает на следующий год. Это основное отличие между этими двумя видами плетистой розы. Максимальная высота побега фрамблера в 4-5 метров. У клаймера максимальная высота 1,70-2 метра. Ниже перечислены популярные сорта плетистой розы и представлены их краткое описание. Роза лавиня цветок в высоту достигает 2-3 метра. Размер 9-10 сантиметров. Цветки обладают приятным устойчивым ароматом фруктов. Роза алли баба размер соцветий 8-10 сантиметров, а высота куста 2 метра. Бутоны этого сорта очень ароматны, с преобладанием ноток маракуйя и абрикоса. Роза флорентина в отличие от предыдущих сортов, этот цветок не имеет запаха. Сорт обильно цветет. Цветки диаметром 9 сантиметров. Высота куста 2 метра. Роза антик высота побегов 2-3 метра, а диаметр цветка 12-13 сантиметров. Бутоны густомахровые, лепестки у основания белый, переходящий в розовый и красный цвета. Сорт Мороза столький. Роза перенял блю обладает цветками и сильным устойчивым ароматом. Размер бутонов достигает 4 сантиметра, а высота куста 2-3 метра. Роза Дортмунд растение имеет соцветие размером в 10-11 сантиметрах. Высоту куст достигает 2-2,5 метра. Роза Камелод цветок имеет легкий запах с нотками цитрусов. Размер цветка 5-10 сантиметров, а высота куста 3 метра. Роза Лола имеет махровый и темно-рубиновый соцветие размером 5-6 сантиметров. Высота куста достигает 2 метра. Роза Джонка Бот растения имеет бутоны размером 6-7 сантиметров, а ее высота 2 метра. Сорт Зимостолький. Роза Браун и цветок небольших размеров. В высоту достигает 1,8 метра, а цветки имеет крупные 9-10 сантиметров. Роза Генри Келси у этого вида максимальная высота куста 2,4 метра. Размер цветка 6-7 сантиметров. Роза Плетистое Метаноэ растение оранжево-лососевой расцветки с размерами цветка 9-11 сантиметров и высотой куста 3 метра. Сорт Ромира. Цветок вырастает до 3 метров. Окружный бутона 10-12 сантиметров. Роза Кораллдаун растение с высотой куста 2-3 метра и размером бутонов 7-8 сантиметров. Лепестки некрупные 35 штук в бутоне, нежно-коралловые. Роза Алхимит растение с размерами соцветий 10-11 сантиметров и высотой стебля 2-3 метра. Соцветия розетковидные густомахровые. Лепестки бывают желтого, розового и лососевого оттенков. Роза Ромира посадка и уход. Основные правила, которые надо усчитывать при подготовке к посадке плетистой розы. Роза – светолюбивое растение. При посадке ориентируется на юг, юго-восток, юго-запад. Однако длительное воздействие прямых солнечных лучей допускать тоже нельзя. Иначе листья растений могут получить ожог. Растение должно находиться часть светового дня в тени. Лучшее время для посадки в средней полосе – это мае-июнь. Растение можно посадить и в августе-сентябре, но это будет уже более рискованный вариант. Она может не успеть окрепнуть, что повлияет на зимовку, ее роза может не пережить. В первом случае посадки есть возможность наблюдать за тем, как роза приживается и при необходимости вносить коррективы. Перед посадкой необходимо установить опоры, по которым впоследствии растение будет плестись. Перед посадкой за несколько недель желательно перекопать грунт и внести в него удобрения, состоящие из торфа, известняка и перегноя. Етапы посадки в открытом грунте Посадка состоит из следующих этапов. Между опорами вырывают яму размером 60 умножить на 60. Расстояние между лунками должно составлять 0,5-1 метр. Между рядами 1-2 метра. Подготовленную яму обильно поливают водой. После полива на дно ямы высыпают плодородную смесь, состоящую из торфа, перегноя и песка. Далее саженец роза помещают в яму и присыпают плодородной смесью. Слой земли вокруг саженца хорошо уплотняют руками. Корневая шейка растения должна быть углублена в грунт на 10 сантиметров. После посадки саженца хорошо поливают грунт вокруг растения. Полив яму саженцем, досыпают еще один слой земли. Посадка роза плетистый уход После посадки крайне важен уход из-за плетистой розой. Выращивание этого растения состоит из таких приемов орошения. Цветок необходимо поливать один раз в 7-10 дней. Объем полива за один раз в ведро воды. Сильно заливать растения не следует. Застой воды отрицательно сказывается на корневой системе растения, который может начать подгнивать. Подкормка В первый год посадки с подкормкой лучше не усердствовать. Активное удобрение следует начинать со второго года после посадки. В качестве подкормки подходят жидкие органические удобрения и комплексные минеральные. Их можно чередовать или применять совместно. Участок вокруг роза следует постоянно очищать от сорняков. Мульчирование – это необходимая составляющая в уходе за розой. Подойдет торф, опилки, керамзит. Мульчирование помогает удерживать влагу в почве и не дает прорастать сорнякам. Обрезка Необходимо удалять сухие, больные ветки. Это лучше всего делать в осенний период. Также необходимо удалять бутоны, которые отсвели. Лучшее время для срезки бутонов – лето. Внимание! Литистая роза цветет на прошлогодних побегах. Поэтому при обрезке такие побеги необходимо сохранять. Зимовка Некоторые сорта обладают хорошей зимостойкостью, но часто роза может и вымерзать. Необходимо подготовить растения к зимовке. Перед сильными морозами, когда уже держится устойчивая температура воздуха 5-7 градусов сниже нуля побеги, следует аккуратно открепить от опоры и пригнуть у земли. Раньше этого времени розы укрывать не следует. Растения не успеют закалиться. Предварительно на землю можно положить дополнительный защитный материал – торф, опилки и т.д. Цветок необходимо прикрепить к земле. В виде крепежа могут выступать проволочные зажимы или деревянные рогатки. Прикрепленные к земле кусты необходимо укрыть. В качестве укрытия служат еловые ветки либо синтетическое агро-волокно, которое хорошо защищает от холода. После зимы, когда настанет устойчивая теплая погода с плюсовой температурой, цветок необходимо поднять с земли и закрепить у основной опоры. Важно! Нельзя долго передерживать растения под укрытием после зимы. Размножение Размножение плетистой розы возможно несколькими способами – семенами, черенками, отводками. Наилучший и более надежный способ размножения – отводками и черенками. Важно! Семена, собранные с цветков из личного сада, не сохраняют признаки материнского растения. Поэтому вырасти из них может что угодно. Черенкование – наиболее простой способ размножения. Использовать можно стебли, которые еще цветут, и те, что уже отцвели. Размножение вьющейся розы – болезни. Основные заболевания, которые могут поразить культурную родственницу шиповника – это мучнистая роса и корневой рак. При мучнистой росе листья растений покрываются белыми питнами. Со временем они увеличиваются в размерах, розы перестает развиваться, прекращается цветение. Особенно этому заболеванию роза подвержена в жаркую влажную погоду. Лечение от мучнистой росы проводят бордовской жидкостью, опрыскивая ей цветок. Корневой рак можно распознать по коричневым питнам, которыми покрыты корни растения. Чаще всего корневой рак обнаруживается весной, когда растения поднимают после зимовки. Поэтому после снятия с розы зимнего укрытия растения необходимо тщательно осмотреть. Несвоевременное обнаружение этой болезни может привести к тому, что пятна разрастутся и возьмут в плотное кольцо весь стебель. Лечение от корневого рака представляет собой удаление больной части. При этом во время удаления больной части растения следует обязательно захватить небольшую часть здоровой. Внимание! Обрезанную больную часть надо обязательно сжечь. Это грибковое заболевание может распространиться и поразить здоровые растения. В качестве мер профилактики от корневого рака могут выступать в своевременное укрытие и его снятие с растения, замена азотокалийными удобрениями. Речь идет об осеннем удобрении растения. Вредители. Из вредителей чаще всего розалию поражают паутинные клещи тля. Прежде чем прибегать к помощи инсектицидов следует попробовать менее агрессивные средства. Таковыми могут стать полевое хвощ или крапива. Из этих трав готовятся отвары и им дважды обрабатывается растение. Приложенные усилия при посадке и уходе за плетистой розой окупятся старицей. Эта разноцветная красавица будет украшать участок долгие годы. 00.VoutArticleRating 00.VoutArticleRating